МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Примите самые искренние, самые тёплые и самые сердечные поздравления с 75-летием со дня вашего рождения. Мы очень признательны вам за многолетнее архипастерское служение, за вашу неустанную просветительскую, миссионерскую деятельность во благо нашей великой и малой Родины. На богослужение пришло большое количество прихожан, среди которых были представители власти и общественности. Много что научились, потому что у них всегда такие хорошие, добрые проповеди были. И закладываются они в душу, всегда закладываются, и стоит призадуматься о жизни потом. Дай Бог ему здоровья, многие лета. И я уверена, что этот человек будет молиться о нас, о нашей губернии, о нас, о своих прихожанах. А мы будем всегда вспоминать его в своих молитвах. Теперь место главы Симбирской митрополии займет митрополит Курганский и Белозерский Иосиф. Решение было принято на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви по прошении самого владыки Анастасия в связи с возрастом. Он отправлен на покой с правом служения в Казани. За время служения на Симбирской земле митрополит Анастасий совершил больше тысячи богослужений. Количество храмов и часовьями возросло со 104 до 128. Активно восстанавливается Спасский женский монастырь. При Симбирской епархии открыт Центр православной молодежи. Его участники реализуют социально значимые проекты, направленные на духовно-нравственное развитие подрастающего поколения. Я хочу вам сказать большое спасибо за ту поддержку, которую он оказывал нашим курсам. И не просто курсам, но и мне, как человеку. С участием руководства Симбирской митрополии открыт православный спортивный клуб единоборств «Муромец». Его воспитанники занимаются в секции самбо, участвуют в духовно-просветительских встречах. Кроме того, под руководством митрополита на территории области реализован проект по созданию духовно-нравственных центров. Также выстроена система поддержки малообеспеченных граждан и семей духовенства, оставшихся без кормильца. Анна Тищенко, Новости Улправда ТВ.